Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Итон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. По сообщению ряда российских СМИ, со ссылкой на Iceland Monitor в Исландии выделили 20 тысяч евро на памятник первому чернокожему поселенцу Хансу Йонатану, прибывшему в страну в 1802 году. Но одновременно с этим стало известно о решении городского совета Рикьявика в столице Исландии предоставить приходу Русской Православной Церкви в Исландии еще два года для начала строительства храма и Русского культурно-духовного центра. С нами на связи из Рикьявика очаровательная Анна Валдемар-Стоттер-Нерман, руководитель НКО Русский культурный центр в Рикьявике. Анечка, рад вас вновь видеть в нашей программе. Здравствуйте! Здравствуйте! Я тоже очень рада вас видеть и мне очень приятно, что поводом для нашей встречи в эфире стало такое событие, как продление срока аренды участка и возможность начать строительство храма. Сейчас мы находимся в помещении Русского культурного центра, который, собственно говоря, сейчас находится в временном храме. И я вам расскажу о планах строительства и ситуации с Русской общиной в Исландии. Да. Пожалуйста, Анечка. Мы вас слушаем. Значит, как писали в СМИ, история выделения участка Русской Православной Церкви для строительства храма достаточно длительно. Она началась с момента регистрации прихода и в 2008 году, перед первым кризисом, приход получил решение о выделении участка. Именно благодаря на тот момент действующему президенту Исландии Оливуру Рагнеру Гримсону и работникам дипломатического корпуса России, в том числе послу, господину ранних, который на тот момент был послом России в Исландии, был заключен договор и приход получил участок в самом центре города, буквально в 10 минутах ходьбы от прекрасного концертного комплекса Харпа и от прекрасного посольства с видом на океан в старой гавани рекь Явита. Но, как вы понимаете, любой большой проект, особенно в такой отдаленной стране, в самой северной столице мира, он очень сложен в осуществлении, потому что, как говорится, своя рубашка ближе к телу. И все российские олигархи обычно строят храмы, поддерживают их там, где они живут, рядом со своим домом. А на нашем отдаленном острове проживает не так много русских, и уж, конечно, у нас нет ни одного олигарха. Наши люди здесь достаточно простые. Это и студенты, и научные работники, и рабочие, люди самых различных профессий, которые живут здесь, ну, по выбору своего сердца, в достаточно суровом климате, в достаточно непростых условиях. Вот сейчас, например, у нас уже 10 дней землетрясения, которое сильно ощущается, и мы ждем извержения вулкана. Но, тем не менее, здесь просто даже по самым грубым оценкам проживают около 3,5 тысяч людей, говорящих по-русски. В приходе зарегистрировано на данный момент больше 750 человек. То есть надо понимать, что это те люди, которые захотели указать свою принадлежность к русской православной церкви, именно заявить о ней в государственном регистре Исландии. Кроме того, я думаю, есть много людей, которые как бы еще не так давно здесь находятся, они не знают о том, что здесь есть временный домовый храм. Они не знают о том, как происходит, собственно, процесс строительства. И для этих людей, мне кажется, очень важно сейчас рассказать о нашем проекте и о том, как нам нужна поддержка со всего мира. Потому что приход является самофинансируемой организацией, и все возможности строительства у нас существуют только за счет жертвователей и людей, которые захотят внести свой вклад в этот культурно-духовный проект в Рикьявике. Мы ведем переговоры с различными компаниями в России. Конечно, как я еще раз хочу подчеркнуть, для каждой компании помощь обычно целевая и направленная на объекты, которые находятся рядом. А наш приход находится практически на полярном круге. Я думаю, что строительство храма и культурного центра – это знаковое событие. Это шаг народной дипломатии, когда исландское государство показало в эти трудные геополитические времена свое отношение к России. Ведь бюрокритические моменты, нюансы позволяли просто прекратить договор аренды, так как были многолетние переговоры по поводу дизайна храма, по поводу его размеров, его расположения на выделенном участке. Это все заняло достаточно длительное время. Мы предлагали несколько дизайнов храма за это время. И, в общем-то, если бы отношение Исландии к России было не таким теплым, то, наверное, мы бы это почувствовали на решение городского совета. Городской совет вполне конкретно выразил позицию поддержки русской общины. Нам дали возможность, учтя все длительные согласования с местными жителями, с городскими властями, и учтя то, что в эпоху коронавируса наши российские жертвователи не могут достаточно масштабно нас поддерживать, тем не менее город не отказался от планов строительства русского храма в самом центре столицы. Этим Исландия показала свою многолетнюю дружбу с Россией, свое многолетнее уважение к русской культуре. И я думаю, что в этом очень хороший знак, знак нашей последующей дружбы и благоприятных отношений. И хочу сказать, что Исландия, она вообще страна очень многокультурная, и страна очень открытая для любых проявлений свободы мысли, вероисповедания, свободы взглядов. И поэтому, мне кажется, что очень символично на этой территории широких свободных взглядов иметь такой русский центр культурный и показать присутствие России как центра цивилизационного, центра культурообразующего. Мы говорим сейчас не о религии, а о том, что мы имеем общие христианские корни с Исландией. Ведь недаром христианизация Исландии произошла практически одновременно с христианизацией России. Недаром Олафор Рагнар Гримсон, самый известный президент Исландии, мы еще о нем поговорим, был удостоен русского ордена. Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира Второй Степени Русской Православной Церкви. Кстати, за какие заслуги он получил этот орден? Именно этот орден Олафор Рагнар Гримсон получил в 2002 году, когда было принято решение о выделении участка. То есть это был такой жест государственной доброй воли, за который Русская Православная Церковь вручила президенту орден именно за заслуги в взаимоотношениях между нашими странами, которые имеют более чем тысячелетнюю историю, как отметил тогда архиепископ Лонгин, который вручал орден. И также тогда же архиепископ вспомнил, что одним из современников Равноапостольного Князя Владимира был Торвальд-путешественник или Торвальд-странник, как его называли на Руси, основатель одного из первых монастырей в России под Полоцком, который сейчас почитается как святой, один из святых в земле исландской просиявших. И для нас, в общем-то, вполне понятна связь между Русской Православной Церковью и той христианской церковью, которая была в Исландии начиная с момента заселения. Аня, теперь я хотел вернуться к тому, о чем я говорил в самом начале, когда анонсировал встречу с вами, интервью с вами. Речь идет о первом чернокожем поселенце. Ну, в российских СМИ не стеснялись выражениях, я уж не буду их повторять, потому что сегодня это считается неполиткорректным, то, как там описали эту историю. Но мне все-таки хочется знать, чем знаменит вот этот вот первый чернокожий поселенец, кроме своего цвета кожи. Установка, вот я прочитал, установка памятника в городе Дью-Пивагюр. Это дань политкорректности, или действительно вот этот Ханс Йонатан, кстати, Йонатан еврейское имя. В Израиле очень много людей с таким именем. Брата премьер-министра нашего звали именно так, он погиб во время операции в НТБ. Но суть не в этом. Так вот, какой след он оставил, может быть, в экономике, в культуре, в развитии Исландии? Или вот то, что он чернокожий, это самое главное, и власти, опять же, в рамках нынешнего приступа политкорректности всемирного решили увековечить его память таким образом? Ну, вы знаете, если говорить про фигуру Ханса Йонатана, который жил с 1784 по 1827 год, и родился он на Карибских островах. В то время Карибские острова принадлежали Дании, ну и Соландия тоже принадлежала Дании. Его мама была домашней рабыней, и его отцом, предположительно, был секретарь хозяина, хотя при генетических экспертизах пытались взять образцы ДНК и у наследников самого хозяина семьи Ханса Йонатана. То есть его отец европеец? Его отец европеец, сам он, соответственно, был мулатом. И надо отметить, что когда семья его владельцев прибыли в Данию, он в 17 лет сбежал от хозяев и нанялся матросом на военный корабль. В то время в Дании не было рабства, а на Карибских островах было. И позднее его схватила полиция, было судебное разбирательство, которое, собственно говоря, должно было установить, является он свободным человеком или все-таки он принадлежит своим хозяевам. И так как в Дании рабство было незаконно, суд постановил отправить его назад на Карибу. И в 1802 году Хансу Йонатану, или Джонатану, как пишут английские источники, ему удалось опять сбежать, на этот раз на территорию Исландии, где он и поселился, в общем-то успешно достаточно устроился, он был принят очень хорошо и жил безбедно. Он работал, как мы сейчас можем сказать, в магазине, и женился на местной женщине. У них было трое детей, двое из них дожили до взрослого возраста и оставили достаточно много потомков. Когда в начале 21 века в Исландии начали разворачиваться масштабные генетические исследования, заодно и изучили потомков Ханса Йонатана. И было выяснено, в 2018 году публиковали сведения о том, что было установлено 788 его потомков. Исландцы очень тщательно ведут записи о своем происхождении. Существует так называемая «Исландинга бог», книга исламцев, которая в данный момент оцифрована и представляет собой всенациональную генетическую базу. То, соответственно, в дальнейшем было установлено, что его потомкой могут считаться около 900 жителей острова. Надо отметить, что всего населения Исландии сейчас чуть больше 365 на этот год. Он оставил достаточно многочисленное потомство. Были даже такие конспирологические рассуждения о том, что его потомком был один из премьер-министров, но эти рассуждения не получили генетического подтверждения. Что касается памятника, в Исландии очень популярно монументальное искусство, и в каждом городе существуют какие-то интересные арт-объекты или памятники, скульптуры. И, соответственно, город, где проживал Ханс Йонатан, решил приобрести один из монументов. Это монумент, который символизирует свободу. И в восточных фьордах решили этот монумент установить как символ свободы, больше как саму игру свободы, чем памятник конкретному человеку. Хотя, конечно, в Дюпо-Вогуре Ханс Йонатан это не просто какой-то человек, а это реально предок многих жителей. И, кроме того, о нем была написана книга профессора в антропологии, о нем был снят фильм в 2017 году «Человек, который украл сам себя». И поэтому для исландцев эта история очень персональная. То есть это не дань, скажем так, благодарности Беллим. В любом случае нет. 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 Это вполне реальный исторический персонаж, человек, у которого очень много родственников на острове здравствующих. И поэтому я думаю, что здесь скорее дань самой идеи свободы. и в его жизни как символа стремления к свободе. Человек дважды сбегал и остался свободным и прожил достойную жизнь, которая, в общем, прекрасный пример для подражания. Аня, вот вы уже дважды, по-моему, в нашем разговоре упомянули бывшего президента Гримсона. Я, когда готовился к нашему эфиру, случайно обнаружил, совершенно случайно, оказывается, вторая жена, его вторая жена была бухарская еврейка, имеющая, имевшая или имеющая гражданство Израиля. Вообще, любопытнейшая история. Вот какой след, может быть, ей памятник захотят поставить жители Исландии, тем более, что, насколько я знаю, когда я прочитал, поразила мысль исландцев в отношении этой дамы, звали ее Дорит Мусаев, я думаю, ее обычная была фамилия, потому что там много букв С и букв Ф в конце. Она была, как писали, как пишут ее состояние было больше, чем состояние всей Исландии. Эта история в такой вот именно платонической любви, что о ней говорят, что о ней помнят, и не только ли благодаря ее усилиям в кавычках Грисом не баллотировался на шестой срок? Ну, знаете, Дорит Мусаев вторая супруга Олафора Рагнера Гримсона. В 1996 году он стал впервые президентом и был президентом в течение шести полных сроков. Это достаточно показательный политический пример того, как государство может быть стабильным под управлением взвешенного политика. И исландцы в общем с удовольствием вспоминают его и до сих пор очень уважают. Сейчас он занимается вопросами Арктики, ведет такой большой дискуссионный форум Арктический полярный круг. Ему же хорошо за 70, если я не ошибаюсь. Но тем не менее он продолжает заниматься популяризацией проблем Арктики и особенно его экологии, развития, вопросов малых народов Арктики. то есть он не отходит от дел. Что касается Дорит, она как бы никогда не участвовала активно в каких-то общественных движениях. Они поженились в 2000-м году, мне кажется, и она не выступала нигде в исландской прессе, присутствовала на мероприятиях, носила национальный костюм в День Независимости. Она очень милая, приятная женщина, понятно, почему он ее полюбил, и вполне понятно, почему она им заинтересовалась. очень видный мужчина. Интересный мужчина, да. Всегда идеально корректный, с прекрасными манерами, то есть вполне гармоничная пара, и я думаю, что это очень... Но она тоже не Золушка была. А? Она тоже не Золушкой была. Да, но дело в том, что, во-первых, в Исландии как бы женщины имеют большую независимость, и то, что она имела какие-то свои большие финансы, ну, что ж, это же ее финансы. Да, то есть при заключении брака в Исландии очень четко оговариваются все финансовые моменты, и супруги вполне могут иметь разную недвижимость, разные, так сказать, финансовые возможности. Вот. но в 2016 году, когда случился всем печально известный кризис с панамскими бумагами, выяснили, что Дорит Мусаев обладает энными дивидендами от компании, связанной с недвижимостью, и в общем-то это бросило тень на Оливера Рагнера Гримсона, на тот момент он дал пояснение общественности, что был не в курсе финансовых дел супруги, она это подтвердила, и в общем-то учитывая, что она пришла в брак финансово самостоятельной, очень по-исландски то, что она свои финансы держала отдельно, но тем не менее после этого Оливер больше не баллотировался в президенты, он решил оставить политическую карьеру и переключился на общественную деятельность, связанную с Арктикой. Аня, еще один вопрос не могу вам не задать, опять же, совершенно случайно, когда готовился к нашему эфиру, заглянул на страницу коронавируса во всем мире, увидел показатели Исландии, меня они просто честно вам скажу восхитили, за весь период пандемии в Исландии умерло всего 29 человек, скажите, пожалуйста, это объясняется только тем, что в Исландии всего 365 тысяч населения или тем, что власти достаточно жестко подошли к соблюдению всех необходимых противокоронавирусных мер? Ну, вы знаете, вот, например, вчера в стране было проведено чрезвычайное заседание главный эпидемиолог, собрал брифинг и сообщило о том, что зарегистрировано три новых случая, два из них зарегистрированы на границе и являются британским штаммом, а один случай заражения внутри страны, и в связи с этим он не исключил возможность ужесточения карантинных мер. я бы сказала, что для Исландии возможность распространения вируса она такая же, как и во всем мире. Люди контактируют, здесь прочные семейные связи, люди встречаются на выходных и вот, пожалуйста, возникает очаг заболевания. Но хочу сказать, что в Исландии сами люди достаточно сознательно подходят к мерам. То есть, если правительство написало носить маски, люди их носят. Если кто-то не одел маску, к нему обратятся все окружающие и скажут, оденьте маску, пожалуйста. Если написано два метра дистанция, и ты вдруг задумавшись, говоря по телефону, подходишь ближе, тебе человек скажет отойдите на два метра. То есть, как-то есть разумное доверие к правительству и разумное уважение к тому, что просят соблюдать в общем-то небольшой набор правил. Понимаете, если просто прислушиваться к рекомендациям властей, оказывается, можно достаточно быстро и назад открыть магазины, и спортивные залы, образование онлайн. Конечно, у нас небольшая плотность населения, но понимаете, ведь все равно в городе, например, сосредоточено 120 тысяч человек примерно в регионе большого реки завика. То есть люди точно так же ходят за продуктами, они ходят в гости, они водят детей в школы, и я думаю, что у них такой же риск передачи вируса, как и в небольшом израильском городке. Да, согласен. Не отличается. Если выполнять предписания и рекомендации эпидемиологов, то, наверное, уменьшается риск. Все торговцы хотели, чтобы их магазины работали, а они мгновенно выставили за свой счет санитайзеры. Каждый заходит и обрабатывает руки, каждый заходит в маске. То есть элементарно, но благодаря этому магазины не закрылись. Был момент, когда в магазинах было ограничено количество посетителей на квадратный метод. Хорошо, поставили работника, который со счетчиком считал, сколько вошло человек. Поставили работника, который вытирали кассы и протирали санитайзерами тачскрины. Около каждого банкомата повесили опять-таки бутылочку с этим санитайзером. Это расходы, которые понесли конкретные бизнесы, но они сохранили возможность работать. Аня, спасибо. Мы работали тоже в режиме реального обучения. Был очень маленький период, когда уходили на онлайн. Аня, спасибо. Спасибо огромное за этот интереснейший рассказ. Сегодня было здорово. Спасибо. Всего вам самого доброго. Прежде всего здоровья. я надеюсь, корона пройдет, мир встрепенется и мы встретимся на наших мероприятиях Всемирной Ассоциации Русской Прессы. Спасибо. Всего самого доброго, Анечка. Я надеюсь, что вы без проблем переживете землетрясение и извержение вулкана приближающиеся. Спасибо. До свидания. Успехов. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности от коронавируса. Исландия там лучший пример. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова